Друзья, напомню зрителям и слушателям, что вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» у микрофона Юрия Рашкина. Я нахожусь в Висконсине, в США, и ко мне присоединяется Сергей Олегович Жирнов, который находится где-то во Франции. Давайте посмотрим, Сергей, на все такие глобальные новости, которые у нас тут происходят, потому что мы видим, что Соединенные Штаты покидают, практически уже покинули Афганистан, и у России какое-то переменчивое мнение по этому поводу. Сейчас они уже вроде бы решили, что ну пусть у американцев будут там базы, которые они хотели себе оставить где-то там в Туркменистане, где-то в каком-то стане. Я не хочу никого оскорбить, поэтому оскорблю всех сразу. Но теперь мы уже видим, появилась информация, что Айсис пытается купить радиоактивные субстанции, вещества в России, где же еще. Так что вот такая есть проблема. При этом операции в Сирии продолжаются. Россия проверила более 320 видов оружия в операциях в Сирии. Это еще Шойгу заявил. Ну, значит, цифры подозрительные. При этом президент Джо Байден и канцлор Ангела Меркель то ли договорились, то ли не договорились. Непонятно, что тут происходит. Об этом можно поговорить пару часов. Да, конечно. Об этом можно поговорить и 10 часов. И самое страшное, что об этом мы будем продолжать еще много говорить, потому что новости плохие, в общем, в этом смысле. Потому что, конечно, и, кстати, сейчас происходит парадоксальная ситуация. Мы все плевались очень сильно во время правления Трампа. А сейчас мы убеждаемся, что вот типа пришел вменяемый человек, как бы в Белый дом, да, и приличный человек, воспитанный. И там он не кладет ноги на стол, у него нет золотого унитаза. Но вдруг он возвращается к тому, от чего мы боялись во времена Обамы и чего мы боялись при приходе Клинтона. А именно то, что это будет такая политика, в общем, не очень правдивая. И, то есть, вместо того, что вот мы надеялись, что Трамп, грубо говоря, мог бы, так сказать, в лицо сказать любому человеку, любому диктатору, вообще я тебя завтра замочу и вообще ты мне не нравишься. Ну, он дружил с диктаторами, он нашел общий язык со всеми диктаторами. Он только не мог найти общий язык с демократиями, типа Франции. Да, он не мог, грубо говоря, с северным потоком, почему он вводил санкции? Потому что, конечно, у американцев есть свой газ, своя нефть. Нефть плохого качества, к сожалению, потому что она тяжелая. И добывать ее стоит больших денег. И добывание американской нефти становится рентабельным после 40-50 долларов за баррель. Ему было, безусловно, когда цены на нефть понижаются, то Америка на этом деле теряет. И у Америки есть станцевый газ, который надо кому-то продавать. И Америка хочет продавать этот газ в жиженом виде европейцам. А у европейцев есть легкий, ну, скажем так, быстрый доступ к быстрому газу российскому. Геополитически и то, и другое для Европы плохо, потому что проблема Европы в том, что у нее нет своей энергонезависимости. И причем у французов в этом смысле немножко им лучше, чем всем остальным, потому что французы сделали ставку на ядерную энергию, на атомную энергию. Во Франции есть 60 ядерных реакторов, ну, там, грубо, да, 58-59. И Франция обеспечивает на 70% свои потребности в энергии за счет ядерного топлива. Но во Франции есть зеленые, партии зеленых, которые говорят, что это вообще жуткая совершенно вещь, и надо закрывать все эти ядерные станции. И это плохая очень энергия, хотя, скажем так, если мы будем сравнивать, так, прагматически сравнивать, то ядерное топливо, скорее всего, самое чистое в том смысле, что если ничего не происходит, если нет Чернобыля... Потому что появляется огромное количество отходов, которые их надо там, я не знаю, мы понимаем, что их надо где-то хранить, а хранить на той же самой земле. И, в общем, мы упираемся в ситуацию почти безвыходную, потому что, вот, например, немцы после Фукашимы закрыли свои ядерные станции или приняли решение их сократить. И перешли, вместо того, чтобы перейти на водород, который самый перспективный источник энергии, потому что он при его расщеплении, при его использовании, получается просто вода. То есть это самая чистая, на самом деле, энергия, это водородная энергия в наше время. Или там энергия, получаемая от этих самых вертушек, как они, пропеллеры называются, я по-русски не знаю, как это называется. Которые стоят, крутятся и производят электроэнергию. Ответ. Вертухай. Да, вертухай, да, отлично. Юр, класс. Продайте, что называется. Система вертухай. И вместо того, чтобы перейти на такие чистые технологии, они вернулись к углю. А хуже угля вообще трудно что-нибудь придумать. То есть это, я не знаю, там, лигниты немецкие, это страшное дело. Мы все понимаем, что английский смог, мы понимаем, что в 19 веке в Англии, в Лондоне, во время тумана гибло за день, бывали такие дни, когда умирало по 50 тысяч человек от смога. И вернуться в эти времена просто для того, чтобы отказаться от атомной энергии, это, конечно, явно что-то не стыкуется. И человечество, конечно, упирается в эту проблему энергетическую. Это самая проблема. Все наши проблемы упираются в жизнеобеспечение. И поэтому, кстати, меня там спрашивают, не хотели бы вы заняться политикой? Это не в жизнь. Потому что если вы изберетесь с мэром какого-нибудь города, представляете, какую ответственность на себя возлагаете. Потому что нужно, ведь у людей, причем людей будет волновать не то, что вы говорите, там, Путин, демократия, коммунизм, капитализм, 5-10. Нет, их интересует сантехника, вода, там, я не знаю, питание, воздух, школы, детские сады. То есть их интересует их реальная нормальная совершенно жизнь. Кстати, поэтому у Путина нет очень большой оппозиции, потому что просто людей волнует их ближайшее будущее, их реальная жизненная проблема, а не большая политика и философия. К сожалению. Ну что ж, будем надеяться, что в этом смысле мы можем помочь людям, обсудив эти темы. Потому что, да, это, кстати, такое по плану, честно говоря. Потому что чем больше люди работают, чем больше они занимаются собственными проблемами, тем меньше уникнет времени и сил, чтобы думать о больших других проблемах. Вот у нас в городе, я помню, один из самых опасных таких блоков – это пожарники. Потому что пожарники, во-первых, их все уважают, замечательные люди, а с другой стороны, у них есть много времени, когда они сидят и ждут чего-то, и у них есть время порассуждать. Вот у людей время порассуждать может быть очень опасно. И тем не менее, если мы уж глянем на «Серный поток-2», мне просто хочется сказать два слова, не то чтобы в защиту президента Байдена и его политики, а просто как бы в оправдании, что же происходит. Потому что вы очертили такую ситуацию, когда, ну что, не президент, то проблема. А я это вижу с точки зрения, что каждый президент, у них своя политика, и каждому нужно решать свои проблемы. И если мы будем сидеть, я не знаю, в любой стране, включая Украину, и ждать, что нас будут спасать, то это тогда все президенты будут плохими. Потому что этот нас не спас таким образом, а этот нас не спас таким образом. Когда они в лучшем случае могут помочь или навредить. И с Трампом мы не предвидели время. Байден не навредит, он поможет, насколько это возможно. Но в конце концов, спасание утопающих – дело рук самих утопающих. Так вот, Сергей, все-таки хотелось узнать ваши перспективы, взгляд на то, что происходит все-таки еще с Афганистаном, перед тем, как наше время закончится. Я бы сказал так, да, давайте, поскольку у нас не очень много времени, Афганистан – это такая очень тяжелая штука. То есть я вообще считаю, что западный мир не выучил уроков истории. Главный урок истории было советское вторжение в Афганистан. То есть вот когда мы туда вошли, и там, в общем-то, с хорошими намерениями, потому что мы были убеждены, что люди просто искренне не понимают, как замечательная коммунистическая система. Вот Андропов, например, верил абсолютно в уникальность и замечательность коммунистической системы. И поэтому он просто не понимал, что люди не могут, как не могут додуматься до того, что… Вы знаете, это интересно. Я никогда не знал, что Андропов был, у него была какая-то коммунистическая идеология. Он всегда казался каким-то серым кардиналом, наставником, вдохновителем там ужасных… Нет, нет, он был очень убежденным человеком, но одновременно он был прагматиком. То есть вот по сравнению с Сусловым каким-нибудь, да, вот Суслов просто вещал с экрана и предлагал расстреливать всех тех, кто не думает так, как он. А Андропов считал, что люди, которые не понимают коммунизм, они либо больные, либо недостаточно информентные, либо глупые. И поэтому их надо воспитывать, им надо доказывать. Или их надо лечить в психушках. Поэтому он не сажал в ГУЛАГ, а он сажал в психушке. То есть как бы доброе дело делал. Ну ладно, это не суть к нынешнему разговору. Главное то, что мы из Афганистана ушли через 10 лет, не достигнув ни одной своей цели. И с несколькими десятками, а может быть даже и сотнями тысяч цинковых гробов, которые мы там получили. И в общем мы доказали другую еще вещь, что супердержава, такая как США во Вьетнаме или мы в Афганистане, в общем не могут ничего сделать с пастухами, которые там с берданкой бегают по горам. И все наши эти самые танки, все наши ракеты, вертолеты, стратегические бомбардировщики, они против них совершенно невозможно ничего сделать. И в общем американцы, когда мы оттуда ушли, зря американцы вообще туда влезли. И зря европейцы туда влезли. И вообще Афганистан, строго говоря, это очень циничная вещь, но его надо оставить самому себе, и пусть они там решают сами свои вопросы. Потому что они находятся на том уровне, они находятся на средневековом уровне развития. То есть имеется в виду, что это не оценка, я их не ругаю за это, то есть я не насмехаюсь над ними. Это просто традиция. То есть они строят, выстраивают свое общество и свои взаимоотношения на племенном, кланово-племенной основе. И у нас это то же самое на Кавказе, Чечня, Ингушетия какая-нибудь, тоже те же самые проблемы. И когда вы с современными вооружениями влезаете в средневековье и в кланово-племенную устройство общества, то сделать с ним ничего нельзя. Можно просто уничтожить эту страну ядерным ударом, каким-то глобальным, и все, и забыть про нее. А изменить в ней могут только сами афганцы. Я с вами абсолютно правен. Вопрос тогда у меня такой. Во-первых, я хочу тут, просто нужно вставить конкретно, когда вы являетесь избранным лицом и вы проголосовали против, а все проголосовали за, то оказалось, что вы были частью этого решения, и неважно, что вы голосовали, как бы это не так важно, потому что вот. И в данном случае, когда мы говорим про тупое американское вторжение и в Афганистан, мы говорим, на самом деле, это был результат конкретных действий, желаний республиканской администрации, которая проталкивала этот курс, потому что там можно было просто разбомбить их, отодвинуть, чтобы они больше этого не делали, но это было их решение, которое мы все теперь ответственны, потому что мы американцы, мы их избрали, вот получите. Я думал, что Америка, многие ищут, надеялись, что Америка выучит свои собственные уроки после Вьетнама, и подумает, зачем куда-то влезать так вот фундаментально, но нет, 20 лет прошло. Но с другой стороны, достаточно ли такой режим просто как бы, так сказать, оттолкнуть назад, потому что они, вот эта угроза вроде бы разрастается. Да, ну вот в это мы все и упираемся. То есть, грубо говоря, мы упираемся в то, что если бы можно было поставить санитарный кордон вокруг Афганистана и оставить их вариться в своем соку, то, в общем, западный мир бы спокойно, цинично на это пошел. Но поскольку это сделать нельзя, то не хотят заниматься, не хотят, чтобы из Афганистана, из Пакистана к нам в Европу, к вам в Америку. То есть мы это уже пережили. Америка это пережила 11 сентября и все. И вот тогда она сказала, что да, надо как-то решать эту проблему, да, надо закрывать ее. Но с другой стороны, Юра, еще одна штука. С одной стороны, я с вами согласен, кстати, вот у американцев есть очень здравый подход, который родился там 250 лет тому назад. То, что человек, который приходит на нулевую территорию, у него есть только своя сила и больше ничего. И он понимает, что кроме него никто ничего не сделает никогда. Поэтому у вас выборные шерифы, у вас выборные судьи, вы сами решаете свою судьбу на локальном уровне, а потом, что останется, крошки какие-то, вы их передаете на федеральный уровень. Вот стран, которые дошли до такого понимания, того, что я сам решаю свою судьбу, и от меня зависит судьба не только в моем местечке, не только в моем штате, но и потом во всех Соединенных Штатах и даже во всем мире, таких стран мало, на самом деле. И, ну, я не знаю, сложно вообще говорить, что решать, что с этим делом, сложно говорить, не знаю. Это возможность для сотрудничества между США и Россией, когда люди будут говорить, ну, а Россия, знаете, мы как-то опять соприкасаемся. Ну, вы помните, что когда был 11 сентября, первым человеком, который выразил свои соболезнования Бушу-младшему, был Владимир Путин. И совершенно понятно, что тогда он предложил помощь. И тогда, кстати, все конспирологические сайты напечатали информацию о том, что это все Москва вообще организовала, потому что была блокада некая Путина, а вдруг она там была снята. В том числе и пошло какое-то сотрудничество со спецслужбой и так далее. Нельзя снимать с учета и то, что у вас огромный военно-промышленный комплекс. Огромный. Бюджет Пентагона, это худо-бедно, 600 миллиардов долларов. Бюджет Пентагона, он выше всех военных расходов всех остальных стран мира вместе взятых. То есть совершенно понятно, что люди, которые клепают эти самолеты, которые клепают пушки, ракеты, пятая, десятая. Замечательно. Вот первый раз я сегодня сказал свою присказку любимую. Я ее слышал. Им надо куда-то эти ракеты сбывать, им надо куда-то все это дело поставлять. И они, кстати, очень были рады, когда существовал Советский Союз, потому что была военная угроза с той стороны. Соответственно, были заказы государственные с этой стороны. И все прекрасно жили. И вот это тоже снимать со счетов нельзя. Потому что, в общем, в России, ведь то же самое, Россия является вторым производителем экспортерового оружия в мире. И в России, хотя, конечно, бюджеты несопоставимые. Там Россия от всего экспорта вооружений выручит, только получает 15 миллиардов. Но эта выручка, это грязная. Если все вычесть, то там прибыль, там всего будет 2-3 миллиарда, копейки на самом деле. Но заинтересованность в мире, в некоторых странах, в том, чтобы никогда никакие конфликты не заканчивались, присутствуют. То есть, конечно, это можно говорить о закулисе какой-то мировой, о лобби военно-промышленном, но это тоже реальность очень геополитическая. И тем не менее, тогда давайте завершим вот таким вопросом. Вы считаете, что Афганистан это проблема для России? Или Россия, в общем-то, все равно Афганистан с Афганистаном, хрен с ним, сидят там все племена. И не будем им мешать. Это проблема для американцев с их правами человека. Для России это не проблема, потому что у России нет прямой границы с Афганистаном. Для России это возможность вот так же, как в Сирии. Почему Россия влезла в Сирию? Вы очень правильную вещь. К сожалению, у нас не остается времени много, чтобы о ней поговорить. Она даже важнее, чем Афганистан. Потому что, знаете как, вот когда наклепали мы этих пушек, ракеты и всего прочего, это все дело надо еще и испытать, потому что армия, которая не умеет это использовать, это плохая армия. И обычно происходит как? Война начинается, начинаются какие-то боевые действия. И первые там два, три, четыре месяца, даже первый год, люди наконец учатся в реальных ситуациях, в реальных условиях использовать это вооружение. И настоящая армия... Ну, про это говорил, кажется, Путин, что это вот такая возможность, это не дороже испытаний. Просто это происходит на мирном населении. То есть это отличная штука. То есть вот они, Россия для этого и влезла в Сирию. И, возможно, кстати, и военные американцы для этого влезают в какие-то другие страны, потому что таким образом, ну, сами понимаете, что одно дело там на компьютере, вот нам Путин, ведь мы сами над ним смеялись, когда он нам в мультике там показывался с запуском ракеты, да? А когда вы пускаете, то есть вот, когда оператор ракеты понимает, что он нажимает на кнопку и там хрен с ней с этой Америкой, да? То есть вот это вот, ну, это другая ситуация совершенно, да? То есть человек, который понимает, что вот то, что он нажал на кнопку, там реальные какие-то люди погибли, а все военные посмотрели, как эта ракета летит, смогут ли ее сбить, то есть, конечно, это очень важная штука, и Путин был в этом смысле с Шойгу абсолютно циничные люди, им абсолютно наплевать и на Афганистан, и Штатам, строго говоря, то же самое. Будем, как бы это называться, серьезными людьми, им всем, конечно, до тех пор, и, кстати, избирателям американским, да, вот вам все тоже все равно, пока в ваш конкретный Висконсинс не приедут Талибаны какие-нибудь там на этих самых, на Ишаках, и пока у вас, вас не заставят надевать хиджабы, и вас не заставят переходить там на какой-нибудь там на какой-нибудь отказываться от айфонов или от чего-то, в общем, строго говоря, это где-то далеко происходит, это вас не очень касается. Я имею в виду не вас конкретно, Юрия Рашкина, журналисты, который интересует... Нет, нет, это не надо, я просто вам даю право высказаться взгляды с Франции, Сергея, но, понимаете, я не хочу как-то, так сказать, спорить на все возможные варианты. И да, в каком-то смысле, конечно, вы правы, то, что это связано, потому что нас, как избирателей и жителей города, округа, волнуют вот конкретные вещи, которые вы перечистили, мусор, дороги и так далее. Афганистан, это далеко, но когда там происходят плохие вещи, в смысле вот этих прав человека, например, потому что мы вот... нас-то сейчас волнует, слава богу, то мы об этом, так сказать, должны говорить на разных уровнях. И потом, будем надеяться, будут заниматься профессионалы, а не просто идеологи и аферисты. Сергей Жирнов, большое вам спасибо, как всегда, за возможность обсудить сегодняшнюю ситуацию. у вас с вашим уникальным опытом. Просто, я думаю, зрителям очень интересно послушать ваш взгляд на события. Большое вам спасибо, как всегда. Успехов вашему каналу новому. Спасибо. Друзья, подписывайтесь на канал Сергея Олеговича Жирнова, подписывайтесь на Рашкин Репорт, мы поставим ссылку в описании этого видео на все каналы. А я, с вашего позволения, Юрий, выложу копии наших передач у себя на канале с перекрестными ссылками. Замечательно. Привет всем подписчикам канала Сергея Олеговича Жирнова. У микрофона был Юрий Рашкин. До новых встреч, друзья. Счастливо. Не забудьте подписаться на канал Рашкин Репорт, если вы этого еще, не дай бог, не сделали. Ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы всегда знать, когда на этом канале выходят новые видео, а они выходят часто. И, конечно, спасибо всем, кто поддерживает этот канал финансово на Патреоне. Вы помогаете другим, и значит, вы мои герои. Субтитры создавал DimaTorzok,